Операция травмированных во Львове, новый состав ЦИК и зарядка пенсионеров. Об этом и не только в нашем выпуске. Новости на UATV в студии работает Артем Бибик. Двоих травмированных во время аварии самолета возле Львова уже прооперировали. С третьим работают хирурги. Он в наиболее тяжелом состоянии. У него черепно-мозговая травма, ушиб грудной клетки и таза, открытый перелом конечности. Остальные пять человек, которые были на борту, погибли. Около 7 утра экипаж Ан-12 запросил разрешение на экстренную посадку для дозаправки. Но вскоре связь прервалась и самолет исчез с радаров. Через 20 минут один из членов экипажа связался со спасателями и сообщил, что судно аварийно село в поле. Ан-12 выполнял чартерный рейс по маршруту Вика, Испания, в Стамбул. Основные версии аварии – нехватка топлива и ошибка пилота. Полиция открыла уголовное производство по статье «Нарушение правил безопасности». На месте работают следователи и спасатели. Они попросили возможность экстренно дозаправиться во Львове, и они просто несколько километров не дотянули до взлетно-посадочной полосы. Для того, чтобы попасть вовнутрь самолета, нужно было разрезать переднюю и хвостовую часть самолета. И сейчас продолжается выгрузка груза, который был в самолете, для того, чтобы полностью освободить самолет и убедиться, что внутри нет больше людей. Семь раз с начала суток российские оккупационные войска нарушили режим тишины на Донбассе на линии разграничения двух сторон. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины. Стреляли боевики из вооружения, запрещенного Минскими соглашениями. В частности, из минометов ввели огонь по Крымскому и Новолуганскому, выпустив в целом 30 мин, применяя пулеметы и гранатометы. На Приморском участке обороны под вражеский огонь попали защитники Павла Полейводинова. Погибших и раненых среди украинских военных нет. Экономика, товарообороты, совместные проекты. Таковы главные темы, которые обсуждают президенты Владимир Зеленский и Александр Лукашенко. Переговоры проходят в Житомире в рамках форума регионов Украины и Беларуси. Это первая встреча президентов. Лукашенко, в частности, заверил, Украина никогда не будет иметь проблем на белорусской границе. Ожидается также подписание двусторонних документов, а также осмотр выставки украинской и белорусской сельскохозяйственной техники. Она открылась накануне на Центральной площади. За встречи президентов следят корреспонденты UATV. Подробности в следующих выпусках. Новый состав Центральной избирательной комиссии утвердила Верховная Рада. Они уже приняли присягу. На заседании парламента находится корреспондентка UATV Ольга Михалюк. Коллега, добрый день. Кто они, новые члены ЦИК? Здравствуй, Артем. Да, действительно, Центр избирательной обновился с 17 новыми членами. Должна рассказать, как проходило голосование. Каждого представляли кандидата и кандидатку, чтобы зал видел. Затем на каждого было восстановление, за которое голосовали депутаты, поддерживали. Должна сказать, что Верховная Рада поддержала предоставление о распуске старого состава Центра избиркома 13 сентября. Это было предоставление от президента Украины. Якобы предыдущий состав проявлял недостаточную взвешенность и даже политическую предвзятость. Хотя результаты выборов, как президентских, так и парламентских, президент и его партия, теперь уже фракция, приняла. Уже 3 октября в Раду пришло предоставление на новых членов ЦИК. Комитет вечером стремительно рассмотрел. И уже сегодня с утра прошло голосование за новые составы. И я предлагаю послушать, на каком основании обновился состав. Реализация избирательных прав граждан Украины – это ключевое задание Центральной избирательной комиссии. На сегодняшний день одним из приоритетов Верховной Рады является формирование компетентного, независимого состава комиссии. Исходя из этого, президентом Украины на основании предложения депутатских фракций и групп внесено представление о назначении на должности членов избирательной комиссии. Именно поспешность в принятии решения о новом составе стала одной из причин критики от оппозиции. Так, например, кандидата от Европейской солидарности Юрия Буглака не было ни на комитете, ни на голосовании сегодняшнем, так как он находится в официальной командировке. Ну а в целом квотный принцип распределился следующим образом. 17 новых членов из них. Два места получили кандидаты от оппозиционной платформы «За жизнь». Один от Европейской солидарности, один от «Голоса», один от «Батькевщины». Нужно сказать, что не совсем полностью обновилось Центринсбергом, обновилось 4 человека. Это представители предыдущего состава, это Олег Диденко от оппозиционной платформы «За жизнь», Олег Евстигнеев, «Слуга народа», Ирина Ефремова, Плукарий Виталий, также «Слуги народа», и были они в предыдущем составе. И предлагаю послушать позицию оппозиции. Предыдущий состав ЦИК провел две избирательные кампании, в которых сегодняшняя власть получила рекордное количество голосов. Они показали, что могут не только работать, но и выполнять законы. Это исключительно политическое решение. Роспуск состава ЦИК, принятый этой радой, говорит о том, что в нынешнем составе есть представители ЦИК, которые будут прекрасно работать и в последующие годы. Центр избирком в новом составе уже должен обеспечить проведение выборов на территории Украины. Это могут быть как президентские, так и парламентские, так и местные выборы, в частности на временно оккупированных территориях. Необходимо сказать, что при подборе нового состава ЦИК можно было бы руководствоваться двумя принципами. Это принципы профессионализма. Тогда могли бы очень много других кандидатов, даже и судебные, например, ветви власти, принять участие в этом отборе. Но пошли по принципу квотному. И, конечно же, большинство получили кандидаты от «Слуги народа». И вот здесь эксперты по избирательному праву говорят, что есть некоторая предосторожность. Предлагаю послушать. Очевидно, что большинство в парламенте находится в руках одной фракции. Квотный принцип формально соблюден. Но следствием такого квотного принципа в такой политической реальности может быть то, что ЦИК будет игнорировать мнение меньшинства. Меньшинства не так много, чтобы влиять на какое-то решение. И вот, чтобы уже новый состав Центра из Бергома не обвинили в политической окрашенности, эксперты говорят о том, что сейчас должно быть проведено первое открытое заседание, где должны избрать председателя и двух заместителей председателя Центра из Бергома. И, конечно же, там должны быть не только представители от одной фракции. Вот такие новости и такие голосования произошли в Верховной Раде. Артем, тебе слово. Спасибо. Ольга Михалюк, с Верховной Рады. Сегодня депутаты утвердили новый состав Центра из Бергома. Около двух тысяч абитуриентов из оккупированных территорий поступили в украинские высшеучебные заведения по упрощенной системе. Для подачи документов им не нужны были результаты внешнего оценивания, паспорт и аттестат. Они воспользовались услугами образовательных центров «Донбасс-Украина» и «Крым-Украина». Центры работают в Украине с 2016 года, сейчас их 75. Вступительная кампания проходила с 3 июня до 27 сентября. Поступление детей из оккупированного Крыма, как и из Донбасса – это всегда дополнительные преграды со стороны России. У нас есть системы безопасности, организованные для абитуриентов. Среди них – зашифровка личных данных абитуриентов. Их фамилия и имя зашифрованы и в приказах на поступление. Спорт, здоровье, долголетие. Зарядка для пенсионеров в эти минуты проходит в Киеве. Акция посвящена недавнему Дню людей пожилого возраста. На стадионе «Олимпийский» работает корреспондент ЮЭТВ Олег Шумейко. Коллега, добрый день. Кто проводит зарядку? Не холодно ли вам? И я смотрю за твоей спиной. Не только пенсионеры, правда? Добрый день, Артем. На самом деле здесь не только пенсионеры. Ты правильно заметил. Это, в принципе, представители Красного Креста. Это студенты Института физкультуры, которые здесь находятся недалеко. Ну и, собственно, сами пенсионеры, которые пришли сюда активно провести этот день. Подвигаться, согреться, потанцевать, сделать зарядку. А зарядку проводят, вот на сцене как раз мы видим, проводят. Это «Олимпийский» чемпион Александр Абраменко. Это призер и чемпион Европы, призер Олимпийских игр 2008 года по прыжкам в воду. И чемпион Европы Илья Кваша. А также призер чемпионатов Европы Юлия Прокопчук. Проводят активно, потому что и дают как бы дельные советы относительно того, как дожить до долголетия, до тех лет, ну для того, чтобы считаться долгожителем. Вот мы уже здесь узнали, что людьми преклонного возраста считаются те, которые дожили до 65 и старше. Вот как дожить и, в принципе, зачем заниматься активным способом жизни и активными движениями, вот рассказал олимпийский чемпион Александр Абраменко и представительница, скажем так, со стороны преклонного возраста. Предлагаю послушать. Движение – это жизнь, поэтому я считаю, что всегда надо оставаться активным, заниматься какими-то активностями спортивными, насколько это возможно, насколько позволяет здоровье, возраст, но никогда не останавливаться. Когда я танцую, мне 18. И в каждую субботу и воскресенье я хожу в гидропарк, танцую по 4 часа. 26 лет я хожу. Вот как раз такие активные, здесь и занимаются этим спортом, для того, чтобы прожить как можно дольше. Все говорят, что для того, чтобы прожить как можно больше, нужно быть активным. Студия, на этом все у нас. Спасибо тебе, Олег Шумейко, со стадиона Олимпийский. Там олимпийские чемпионы проводят массовую зарядку. Это и другая актуальная информация есть на наших страницах в соцсетях, а также на сайте телеканала uatv.ua. Следующий выпуск новостей на русском в 15.00. Все самое важное на UATV не пропустите. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова